Квитанции с немаленькими суммами и непонятными задолженностями по капремонту шокировали жители микрорайона Супонева. Без выяснения деталей по начислениям, владельцы многоквартирных домов категорически отказались производить сомнительные платежи. Вы здесь должны лицевой счет забить. Вот я распечатала вашу квитанцию, заполнила, хотела пойти оплатить, потом тормознула в связи с тем, что я смотрю по детализации, что у меня 8 тысяч долга. Жильцы обратились в ассоциацию председателей советов многоквартирных домов. Выясняли обстоятельства совместно с управляющей компанией, представителями фонда капитального ремонта и партийцами. Все мы знаем, что в фонд капитального ремонта есть две схемы. Есть, когда собирается в один общий котел Московской области вот такие перечисления, либо на дом собственники инициируют, подтверждают это протоколом общего собрания и заводится вот такой отдельный лицевой счет, на котором накапливаются вот эти перечисления только с этого дома. Созданный жителями специальный счет по непонятным причинам был ликвидирован без ведома граждан. Что произошло с денежными средствами, находящимися на нем, теперь также придется выяснить. В ходе непростой дискуссии наметили план действий, зафиксировали все пожелания и претензии жильцов. Тот же фонд капитального ремонта будет сейчас и запросы в банк отправил, и с управляющими компаниями. Все управляющие компании, которые в, скажем так, лет семь управляли, менялись, где деньги, кто перечислял, как перечислял. То есть жители даже попросили изменить лицевые счета ихний и напрямую платить фонд капитального ремонта. В рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» эти и другие вопросы находятся на контроле местных и областных депутатов. Они непременно будут детально изучены. Решение будет найдено. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».